Археологический музей Анталии достойный музей, который действительно стоит посетить. Актуальные цены за вход, время работы и прочее лучше смотреть на сайте музея, так как все это периодически меняется. Ссылку на сайт оставлю внизу под видео в описании. В видео не полный обзор музея, только самое интересное, на мой взгляд, то, что понравилось, показалось интересным, что считается в музее особенно ценным и на что стоит обратить внимание. В начале экспозиции находится выставка для детей, где представлены миниатюры тех мест, откуда в музей привезли экспонаты. Есть миниатюры пещеры Караин, древних городов Мира, Пьерги, Паттер и Аспендеса. Также показан быт местного населения в разное время, в том числе очень подробно показан прославленный турецкий базар. Анталийский музей – единственный в Турции, где есть подобный детский зал. К сожалению, в детском зале информация только на турецком языке. Английский перевод в музее есть только на важных экспонатах, а русский отсутствует, зато на русском языке есть аудиогид. В музее показан необычный вид захоронения, который когда-то использовался в этих краях – в вазах. Людей хоронили в вазе в пузе эмбриона, и все вазы были направлены в одну сторону, на восток. После представлена керамика – от простейших горшочков до древнегреческих шедевров. Керамики очень много, и если гуляли по древним городам Турции, то, скорее всего, обращали внимание на большое количество кусочков – древней глиняной посуды, которая повсеместно лежит под ногами. Из древнегреческих сосудов в основном представлены ликифы и кратеры. Ликифы использовались для хранения оливкового масла, иногда в них хранили духи, у них узкая горлышко и небольшая ножка. Кратеры же использовались для смешивания вина и воды. Использовали одну часть вина на две части воды. Пить неразбавленное вино в древности считалось неприличным. Кратеры – это крупные вазы, у них широкая горлышко, и они похожи на котелок с двумя ручками по бокам. Кроме керамики, в этой части музея можно увидеть и другие предметы быта, украшения, посуды, металлические статуэтки и металлическую утварь, стеклянные и гипсовые изделия. Далее расположены скульптуры. Экспозиция начинается с зала императоров. В середине зала стоит символ музея Анталия – скульптура танцовщицы. Эта скульптура выполнена из двух видов мрамора. Одежда и волосы сделаны из более темного вида. Скульптура танцовщицы считается одной из самых интересных музеев, сложных в исполнении. В зале императоров можно увидеть скульптуры линских императоров, императриц и сановников. В их числе скульптуры императоров Трояна и Адриана, богов Зевса, Афродиты, Артемиты, Гермеса, Сосклепия или Скулапа, Аполлон, а также Трехграций – Талия, Ефросиния, Глайя. Триграции – довольно часто встречающийся сюжет в скульптуре и в живописи. Подобные скульптуры есть в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, в Париже, в Лувре, в Италии, в Сиенском соборе и в других местах. Триграции или Трихориты – это богини красоты, любви и удовольствия. В Турции достаточно долго орудовали черные археологи, и много предметов искусства было незаконно вывезено за границу. Собственно, они продолжают раскопки и сейчас. На территории Турции много уже найденных неизученных древних поселений, и новые древние города продолжают находить при строительстве домов, дорог, тоннелей. Территория Турции словно большой музей под открытым небом, и физически очень сложно охранять все древности на территории страны, чем и пользуются черные археологи. Далее расположен зал мозаик и масок из театров. Мое внимание привлекла мозаика со знаменитыми античными мыслителями, политиками и математиками, такими как Солонгера, Додгий, Сеот, Демосфен и Пуфегор. В зале театров расположены статуи, фрези и барельефы из театров. Меня зал театров впечатлил больше всех. Вообще все представленные экспонаты прекрасно достойны внимания, ведь на территории провинции Анталии находилось множество богатых древних городов. Например, здесь были расположены столицы и крупные города Памфилии. Это города Пергия, Аспендес и Сидель, а также крупные города Ликии, такие как Мира, Паттера и Лимпас. Большинство экспонатов из столицы Памфилии, из города Пергия. Советую его посетить. Этот древний город мне показался самым величественным и самым ярким из древних городов Анталии. Судя по представленным экспонатам, Пергия выглядел великолепно. После скульптур идет зал с саркофагами. Не все маленькие саркофаги были предназначены для детей. Некоторые были сделаны для любимых животных богатых людей. Например, один из представленных маленьких саркофагов был сделан для собаки. Популярной темой для оформления саркофагов является Геракл и его 12 подвигов. Один из таких саркофагов незаконно вывезли в Англию, а нашли уже через много лет при перепродаже на таможне в Швейцарии. Из Швейцарии саркофаг вернулся назад, в Турцию. Как это могло произойти? Трудно представить, ведь саркофаг не монета, в карман не спрячешь. Сейчас этот саркофаг показан на видео за красной оградительной веревкой. На многих саркофагах изображены медуза Гаргона и Ангела в качестве талисмана и оберега, защищающего от неприятностей, а со стороны ног изображены двери в загробный мир. Еще один ценный саркофаг – это саркофаг Домиция. Сверху этого саркофага размещены две скульптуры – супружеская пара – мужчина и женщина. А по периметру изображены сцены праздника сбора винограда. Виноград здесь выступает в аллигарической роли перехода человека в загробный мир. И виноград будто умирает и превращается в вино. Мастерство воятелей поражает воображение. Особенно с учетом того, что всем этим шедеврам по две-две с половиной тысячи лет. Скульптуры и саркофаги впечатляют больше всего. Еще одной значимой скульптурой в музее является скульптура Геракова. Верхняя часть скульптуры была возвращена не так давно из музея Вашингтона. Без Геракова был вывезен в Штаты нелегально. На этом первый этаж заканчивается. Второй этаж гораздо меньше первого. Из интересного есть следующее. Показаны предметы быта, которые достали из моря. Керамика перешла в массовое производство. Показаны формы для статуэток. А далее представлены иконы и церковная утварь в основном из церкви святого Николая. Есть даже мощи святого Николая. И последняя часть экспозиции – монеты. Монет очень и очень много разных времен и народов, проживающих на территории современной Турции. Монета, на которую стоит обратить особенное внимание – это древнегреческая декадрахма. Крупная монета с совой с одной стороны и с изображением Афины в шлеме с другой стороны. Это десятикратная драхма. Покупательная способность этой монеты была высока, поэтому их делали мало, предположительно в честь какого-то важного события. В аудиогиде музея было сказано, что таких монет нашли всего 12 штук, и 6 из них находятся в музее Антарии. Самыми ценными, редкими и древними являются монеты, которые просто определить визуально. Они похожи на каплю металла, на которой с двух сторон поставили печати. Монеты более новые, они гораздо тоньше, ровные, идеально круглые и абсолютно одинаковые. Во дворе музея также выставлены различные экспонаты, но после увиденных экспонатов внутри музея они уже не производят должного впечатления. Там же есть большая клетка с павлиными и цесарками, и лавками рядом, где можно отдохнуть. На территории музея есть кафетерий. У музея также есть выставочный зал, во время нашего посещения там была выставка рукоделия. На посещение музея нам понадобилось примерно 3,5 часа. За это время мы успели все подробно рассмотреть и прослушать все записи аудиогида. Приятных прогулок!